Добро пожаловать на подкаст Алены Берисон, где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития и психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, с Новым Годом! Ура, ура, ура! 2020 год, и да, мы в новом десятилетии. Я записываю сегодняшний подкаст из маленького шведского горнолыжного городка Идре. Мы с семьёй наслаждаемся обществом друг друга, и я вам могу сказать, что это такое особенное, даже бесценное время, но ещё это и время, когда я получаю больше вдохновения, потому что, смотря на моих родителей, я вижу, как многого можно добиться в жизни, когда ты не сдаёшься и не идёшь вместе рука об руку, несмотря ни на что. Вот почти об этом мы с вами будем говорить сегодня, только немного более практичных и то, что я называю actionable тонах. И ещё прежде чем сесть за микрофон, я посмотрела видео-отзыв одной из участниц моего курса Dream Big и очень расчувствовалась. Я смотрела на прекрасную девушку с бездонными глазами, с которой целый месяц общалась только в мессенджере и чувствовала, у тебя всё получится. Я хочу этой силе и будущим героям, которых мы создали в курсе в течение всего декабря, которых мы создавали, посвятить сегодняшний эпизод именно этому, потому что он станет катализатором всех изменений, которые вы уже достигли, и позволит всем нам, неважно на каком этапе вы сейчас находитесь, создавать большее в нашем жизни каждый день. Возможно, кто-то из вас помнит, как я упоминала вкратце книгу Джеффа Олсона на Инстаграм, и те, кто со мной были в первом потоке курса по уверенности себе, также услышали небольшой фрагмент из его книги The Slide Edge. Так вот, сегодня мы перенесём основную идею этой книги, основную идею накопительного эффекта на следующий уровень. Вы поймёте, что этот эффект работает в нашей жизни, как он это делает. Я вам покажу на конкретных примерах, что мне уже удалось создать в своей жизни с его помощью. А также мы с вами обсудим, в чём здесь может быть большая проблема. И я не просто так начинаю с этого подкаста «Новое десятилетие», потому что знаю, что многие из вас, кто-то самостоятельно, кто-то под моим пристальным контролем, составили невероятные, потрясающие направления на следующее десятилетие, и что я больше всего не хочу, так это чтобы мы получили какие-то посредственные результаты, а потом сказали «Нет, мне кажется, что я всё равно не получу, не создам то, что я действительно хочу. Поэтому нет особого смысла продолжать и тратить на это мои силы». И это, к сожалению, стало достаточно частой историей. Идея о том, что я получаю посредственные результаты, и мне кажется, что я всё равно не получу то, чего хочу, поэтому зачем я буду тратить своё время, переключусь, скажем, на что-то другое. Это стало частой историей, потому что в современном обществе мы привыкли, что на всё можно получить некую гарантию. И многие из нас не готовы предпринимать действия, если мы не уверены на 100%, если у нас нет гарантии, что мы получим конкретный желаемый результат А, Б или С. Хуже того, нас так часто бомбардируют сообщениями и обещаниями о магических таблетах, только купите этот травяной чай, и вы будете худеть даже во сне. Пройдите этот марафон, и ваши желания сами начнут чудеснейшим образом сбываться. Ничего не делайте даже для этого, вы просто поймёте секрет притяжения. The law of attraction, да? Или вот из последнего я так смеялась. Сделайте медитацию на избавление от долгов. Ну, я думаю, здесь и так понятно, что получат прилежно медитирующие в итоге. Получается, нас ежедневно программируют на то, чтобы мы хотели и покупали обещания о немедленных результатах. На меньшее мы уже больше не согласны. И это в какой-то степени соответствует врождённым инстинктам примитивной части нашего мозга. В это сейчас не буду сильно углубляться, но, поверьте, сильные маркетологи это всё очень хорошо учитывают. Проблема в том, что для многих людей идея о том, что нужно последовательно предпринимать действия и глубоко верить в то, что ты создашь всё, что ты только пожелаешь, эта идея звучит уже не так привлекательно и вдохновляюще. И это большая проблема, друзья. Это очень большая проблема, потому что всё, что действительно имеет ценность и реальную стоимость во всех отношениях нашей жизни можно создать только с помощью дисциплины и последовательных действий. Помню, как один из моих руководителей, уважаемый юрист, кстати, когда я писала юридические статьи, говорил, «Алёна, ну, это звучит не секси, в смысле, не звучит так привлекательно и не интересно и невкусно». Но прежде чем вы разочаруетесь и скажете мне, что про последовательные действия вы и так знали, слышали и так далее, я вам всё-таки расскажу о восьмом чуде света, и вы поймёте, что то, что я вам сейчас предложила, намного более секси и в сто раз круче, чем любое обещание моментального результата. Итак, вернёмся к Джеффу Олсену и его тонкой грани. Кстати, книгу можете почитать, только помните, что я предупреждала вас, что она примерно в 20 раз длиннее, чем она по-хорошему должна была быть. И речь главным чётом в этой книге идёт о накопительном эффекте, он же compound effect. Но на самом деле не Джефф придумал этот эффект, он существует уже тысячи лет, и все из вас, кто работает в финансах или вообще серьёзно относится к теме инвестирования, прекрасно знают про сложные проценты, прекрасно знают про compound effect. Те, кто далёк от этой темы, не пугайтесь, на самом деле ничего сложного в таких процентах нет. Я попробую сейчас объяснить сложные проценты так, как нам должны были по-хорошему рассказать об этом ещё в первом классе. Итак, допустим, мы с вами кладём денежку в банк, например, в 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей под 5% годовых. Я думаю, сейчас многие уже связаны так или иначе с ипотекой, поэтому вы прекрасно этой терминологии апеллируете, может быть, даже лучше, чем я. Окей, если бы шла речь о простых процентах, мы с вами положили 100 тысяч рублей под 5% годовых, значит, каждый год мы с вами получаем 5 тысяч рублей. Каждый последовательный год мы получаем 5 тысяч рублей. Неплохо. Получается, что через 30 лет 30 умножить на 5 тысяч, получаем 150 тысяч. По истечении 30 лет у нас с вами лежит 250 тысяч рублей. Неплохо, но совсем другое, если мы с вами говорим о сложных процентах. Потому что в таком случае в первый год мы точно так же бы получили те же самые 5 тысяч рублей. Но через год мы бы уже получили 5% не от 100 тысяч рублей, а от 105 тысяч рублей. И это было бы уже 5250. Дальше мы бы с вами получили 5% от 110 тысяч 250 рублей. Окей, я прекрасно понимаю, что на слух это все может быть сложно воспринять. Поэтому давайте сейчас не буду вас мучить математическими расчетами, а просто скажу вам, что через 30 лет ваши 100 тысяч рублей превратятся в 432 тысячи. Еще интереснее, если брать во внимание историческую статистику финансового рынка, то в среднем он рос на 8%. Получается, по той же скамной схеме, если бы 30 лет назад мы положили 100 тысяч рублей, сегодня у нас уже был бы миллион. Мы оперируем с вами небольшими суммами. Представьте, если бы мы говорили с вами в долларах, то 100 тысяч долларов стали бы миллионом долларов. Просто лежа там под 8%. Если кого-то миллион не впечатляет, посмотрите, какие были бы результаты, если бы каждый месяц мы докладывали, например, 15 тысяч рублей или даже 10 тысяч рублей. Это просто невероятно. И самое невероятное, это когда действительно происходит этот скачок. То есть, если мы с вами сейчас возьмем еще больше период времени, после этого сумма начинает расти совсем другими темпами. Это правда не укладывается в голове, поэтому это и называется восьмым чудом света. Вы понимаете, да? Почему же, если это так просто и это такое чудо, почему этого никто не делает? Мы с мужем постоянно это обсуждаем. Он буквально обсессed со всеми своими инфекционными фондами, акциями, и он прям горит всем этим. Его очень вдохновляет идея о том, что через меньше, чем 20 лет мы сможем выбирать, когда и как мы хотим работать, когда мы будем оставаться дома, проводить время только с семьей, сколько хотим. Но мы видим, что в нашем окружении мало кто следует принципу тонкой грани, принципу накопительного эффекта. И мне кажется, что Джефф Олсен прекрасно описывает причину, почему большинство людей этот принцип не применяют и никогда не будут применять. И самое обидное, что многие, даже после прослушивания этого подкаста, возможно, даже вдохновятся, и все. Почему же большинство людей не применяют принцип накопительного эффекта? Почему многие из нас лишают себя восьмого чуда света? Давайте по порядку. Во-первых, это маленькие шажки, маленькие действия, которые не дают видимых результатов ежесекундно. Возьмем актуальный для многих пример. Новогодние обещания. Вы мечтаете о здоровой и красивой фигуре, и поэтому даете себе новогодние обещания. Я буду есть здоровую еду и заниматься спортом. Вы даже делаете, казалось бы, серьезные масштабные действия, которые должны 100% обеспечить вас успех. Вы устанавливаете крутое приложение на телефон, чтобы освеживать питание, и покупаете абонемент в самый классный спортзал на вашем районе. Все, друзья, ваш мозг аплодирует вам, вы уже почти у цели. А потом наступает вечер, и вы устали, и вас бесит ваш начальник. И по дороге домой вы останавливаетесь, вас в ресторане, и съедаете этот гамбургер с картошечкой и с колой. Почему вы это сделали? Вы же дали себе новогоднее обещание. Вы это сделали, потому что один гамбургер никого не убивал. Потому что вы придете домой, посмотрите в зеркало, и кроме неприятного ощущения того, что я не могу сдержать свои собственные обещания, никакого визуального эффекта не наблюдается. Действительно, мы можем не видеть результатов своих маленьких действий, не видеть достаточно длительное время. Действительно, один гамбургер не убьет нас. А если мы его не съедим, то мы не станем неожиданно худыми и здоровыми. Но накопив такое действие в течение определенного времени, и вот мы уже не узнаем себя. Мы не узнаем свою жизнь и свое здоровье. Итак, первая проблема с накопительным эффектом. Позитивные действия не дают моментального видимого результата. Но также и вредные нам действия не дают моментального визуального эффекта. То есть даже если мы делаем правильный выбор, мы не видим результат немедленно. А в современном мире, где мы практически разучились ждать, где у людей случается паника, когда они попадают в зону, где чуть более медленный Wi-Fi, мы считаем, что я должен получить желание по одному клику. Знаете, есть такое Amazon Prime в Америке. По одному клику я получу все, что я захочу в этом мире. Мы согласны теперь только на то, результаты чего мы увидим. Сразу же, вот прямо сейчас. Как вы понимаете, накопительный эффект работает не так. Восьмое чудо света работает не так. Следующая причина. Почему мы отказываем себе в восьмом чуде света? Допустим, я решаю начать свой блог и планирую писать статьи три раза в неделю. Друзья, пожалуйста, послушайте очень внимательно все те из вас, кто хочет начать свой бизнес, даже если это просто сайт-хассл. Окей, мы с вами решили вести блог, планируем писать статьи три раза в неделю. Ну вот приходит пятница, и друзья зовут меня на вечеринку. А я еще не помыла головы и вообще не знаю, что надеть. Ну и что, говорим мы, меня же все равно никто еще и не читает практически. Не будет сегодня статьи, кто вообще это заметит. И вот мы с вами подошли ко второй причине, почему большинство людей никогда не насладятся восьмым чудом света. Это те действия, которые легко сделать, но также легко и не делать. Все эти маленькие действия также легко не делать, как легко сделать. Особенно в начале. Если у вас многомиллионный блог и тысячи рекламодателей, вы не пропуститесь статью. А сейчас, в начале, ладно, типа вообще кому-то я сделала до моего блога. Я говорю, мне прям грустно становится, потому что многие из нас спотыкаются на этом, не понимая до конца силы накопительного эффекта. И третья причина. Мы не верим, что такие маленькие незначительные шаги могут принести какие-то изменения в нашей жизни. Но на самом деле все, что мы делаем, неважно, маленькие или большие действия, имеет значение. Это и отличает в итоге успешных людей. Они понимают, что каждое, каждое маленькое решение, которое они принимают каждый день, имеет значение. Поэтому они выбирают делать вещь, которая, как кажется, ничего особенного не дает. Не дает никакого квантового эффекта. Но они делают ее раз за разом до тех пор, пока накопительный эффект не случается. Пока не переходится этот порог. И восьмое чудо света меняет все. Именно поэтому не работают новогодние обещания, которыми многие из нас увлекаются. Это все так красиво, так символично. Но мы отказываемся принимать тот факт, что это не про одно фундаментальное решение, а про маленькие, незначительные, позитивные изменения, которые мы внедряем каждый день. И мы не получаем от них чувства глубокого внутреннего удовлетворения. Поэтому нам так же легко от них отказаться, как и продолжать их делать. Я в своих курсах рассказываю про некоторые мечты, которые я создавала в своей жизни. И одну из таких мечт я сформулировала очень просто. Иметь здоровое и красивое тело, но концентрироваться на другом жизни. Я сейчас не буду вам рассказывать про свои сложнейшие отношения с питанием, фигурой, диетами. Во-первых, потому что, расскажу вам по секрету, впереди будет свой эпизод, когда мы более глубоко рассмотрим питание, в том числе эмоциональное переедание. И, конечно же, кому интересно, всегда могут посмотреть мои старые фотографии, где я весла примерно на 25 килограмм больше, чем сейчас. Я планирую в ближайшее время все-таки украсить им мой инстаграм. Так вот, те, кто меня видел в последнее время, знают, что я создала совершенно здоровые отношения с едой. Я очень люблю свою фигуру, особенно после беременности. И что я точно перестала делать, и это, примерно, самое ценное, я перестала тратить свое драгоценное время на обдумывание того, что у меня есть, а что не есть. Но этот результат не появился у меня в тот момент, когда я решила внедрить новую систему для себя, новую систему питания. Это выбор, который я делаю каждый день, а точнее, три раза в день. Но что интересно, и почему даже здесь я чувствую компаунд эффект, внедряя дисциплину в каждый мой прием пищи на протяжении определенного количества времени, в определенный момент я стала получать от этого удовольствие, потому что мне стало это делать легко. Потом я вообще забыла о том, что можно переживать и не любить свое тело. Потом у меня высвадилось огромное время, потому что теперь мой мозг не занят размышлением на тему съесть или не съесть. То есть, смотрите, маленькие, позитивные, ежедневные решения привели не только к тому, что я обвешу определенное количество килограмм. Положительный эффект этих маленьких шагов превосходит все мои даже самые смелые ожидания и далеко не ограничен, например, цифрой на весах. Аналогичная штука происходит в нашей финансовой жизни. Мы пока еще не вкусили полностью весь эффект сложных процентов, потому что начали серьезно заниматься инвестированием всего несколько лет назад. Но я верю и даже уже вижу, что помимо будущих доходов, которые мы каждый день создаем и которые в определенный момент времени станут расти очень и очень сильно, Но умение принимать правильные экономические решения каждый день положительно влияет на самые разные аспекты нашей жизни. Опять же, легко сохранить, например, для кого-то 5 или для кого-то 105 тысяч рублей. Но это сделает так же легко, как их потратить. Игнорируя силу сложных процентов и накопительного эффекта, мы закрываем себя от восьмого чуда света. Вы начинаете делать положительные действия, они порождают что-то еще. Что в свою очередь порождает что-то еще. И в конечном итоге именно это создает результат. Есть еще одна очень важная штука, о которой я вам обязана рассказать. Тонкая грань, накопительный эффект работает в обе стороны. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что компаунд эффект сам по себе нейтрален. Он просто есть, ему совершенно все равно. Сделает он вашу жизнь прекрасной и помогает нам сбывать все наши мечты, либо превращает наше существование в череду несчастья и отчаяния. Дело в том, что как продуктивные действия, которые мы повторяем в течение времени, ведут нас к успеху, точно так же ошибки и негативные действия, которые мы повторяем в течение длительного времени, ведут нас к жизни, которую мы на самом деле никогда бы себе не пожелали. Мне нравится пример, который приводит Джефф Олсен. Вы можете начать с миллионом долларов в кармане и потерять все. А можете, понимая принцип тонкой грани, начать с одной копейки и создать все, что вы только пожелаете в жизни. Кстати, он по этому поводу даже рассказывает целую историю. В принципе, хорошее напоминание для тех, кто лучше запоминает историю, то есть практически для всех нас. И, конечно же, я хочу вас оставить не только с пищей для раздумья, но и с небольшими действиями. Пока не будем заниматься с вами новогодними вещаниями, давайте просто посмотрим на наш типичный день. Как мы его проводим, какую информацию помещаем в себя, о чем мы думаем и какие маленькие решения мы принимаем каждый день, которые кажутся нам совершенно неважными. Чтобы вы не перечислили сейчас, умножите это на 365 и подумайте, где вы создаете положительный, а где негативный компаунд эффект, накопительный эффект. Возможно, вы тратите деньги на ненужные вещи, или не пишете ту книгу, которую вы так давно мечтаете написать, или не говорите маме о том, как вы ее любите. А теперь подумайте, что вы можете сделать уже сегодня, что, как вам кажется, не имеет никакого значения, но что может иметь накопительный эффект в будущем. Я серьезно, вот прям как только завершите прослушивание этого подкаста, что это будет? Особенно это актуально для тех, кто что-то начинает. Начало всегда, всегда самое жесткое, и результаты невидимы. Мне очень нравится сравниться с нежным комом. Когда мы его катим, вначале он очень долго набирает размер, но чем больше он становится, чем больше мы его катим, тем быстрее он увеличится в размерах, тем более очевидны результаты. Как часто бывает, что мы что-то начинаем, так стараемся, вкладываем душу, но почему-то никто нам не аплодирует, или еще хуже того, никто даже не замечает. А теперь представьте, что вы решаете продолжать, несмотря ни на что. Решаете делать то, что вы хотите делать каждый день в течение 365 дней. Если вы попробуете это на себе и создадите желаемый результат в своей жизни, будь то тело мечты, потрясающие отношения с любимым человеком или процветающий бизнес, создав это в одной сфере, вы теперь можете повторить это в любой другой сфере. Потому что теперь вы знаете, что не нужно ждать чуда. Мы ищем его вовне, но на самом деле оно внутри нас. Мы просто считали, что оно не имеет значения. Друзья, я от всей души поздравляю вас с праздниками. Каждый из вас способен создать чудеса в своей жизни, и я буду продолжать снабжать вас лучшими инструментами, чтобы убедиться в том, что именно так все и будет. Проделайте, пожалуйста, упражнения. Задумайтесь о том, чтобы присоединиться к 5% людей, которые создают невероятные вещи с помощью восьмого чудо света. И главное, конечно, наслаждайтесь процессом. А я прощаюсь с вами до следующего четверга. И всех крепко обнимаю. Пока-пока. Друзья, если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидите вас среди участников курса Dream Big. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok